Сфера деятельности компании «Фико» есть в «Титановой программе». Компания осуществляет свою деятельность на рынке «Титана» более 10 лет. Директором этой компании является Виктор Фёдоров. Он же является и главным её собственником. Он владеет более 99% уставного капитала. Соучредителем компании является его родной брат Фёдор, а также главный левалтер предприятия. Виктор Фёдоров был похищен неизвестными возле собственного дома в селе Кыраковщина 25 марта 2009 года. Примерно в 22 часа времени. Его родная сестра заметила автомобиль, который был открыт, и был включен и работал в двигатель, а брата в машине не было. За фактом похищения человека было возбуждено Киево-Светошинским отделом МВД уголовное дело. В настоящее время достаточно много версий относительно того, почему был похищен Виктор Фёдоров. Это и долговое обязательство, и рэкет, и интерес к его активам. В конце марта на бульваре Лесси Украинки было совершено нападение на главного бухгалтера и соучредителя фирмы «Кипок». Вследствие этого нападения ей были причины серьезные, очень серьезные телесные повреждения, и она была госпитализирована. Также у нее была украдена сумка, которую позже нашли. Одной из версий такого нападения было то, что, видимо, похитители хотели завладеть печатью, оригинальной печатью предприятия для фальсификации депутатов. В связи с тем, что с предприятием сложилась сложная ситуация, был похищен директор и собственник, что было возбуждено уголовное дело, что была угроза активам предприятия, трудовой коллектив, а также семья Виктора Федорова принимала меры по информации государственных органов, государственных учреждений о той ситуации, тяжелой которой сложилась. Были разосланы письма, банки, правоохранительные органы, и выявилось после обращения к государственному регистратору, что 4 марта было в государственном реестре изменено руководство компании. Мы имеем официальный документ, что 4 марта директором компании был назначен некий Резунов Максим Викторович. Это послужило очень большим удивлением и для трудового коллектива, и для учредителей, и для семьи Виктора Федорова, потому что это лицо неизвестно никому. После того, как мы ознакомились на основании ЧИПО, был назначен новый директор, было совершенно понятно, что он был назначен незаконно. Мы получили копию протокола учредителей. То, что этот протокол является поддельным, является несомненным. Это может установить любой не специалист, не вооруженным взглядом. Люди, которые рисовали этот протокол, даже не старались, чтобы подписи, которые здесь стоят, от имени Виктора Федорова, а также соучредителя главного бухгалтера, были похожи на настоящие. Они отличаются. Кроме этого, печать, которая здесь стоит, явно является фальшивой, потому что даже рисунок защиты на печати, сам рисунок не соответствует оригинальной печати. После совершения таких действий у нас возникла сложность. Трудно было представить, что кто-то посмеет осуществлять рейдерский захват в такой тяжелой ситуации. Потому что если кто-то попытается претендовать на активы фирмы или на активы самого Виктора Федорова, прежде всего против этих людей упадет подозрение на похищение человека, на то, что они являются соучастниками прежде всего в преступлении. Однако, события развивались достаточно стремительно. Уже 5 апреля, в выходной, в воскресенье, который был у нас накануне, 40 человек, вооруженных людей, попытались войти на территорию самого предприятия, которое находится по улице Новый 1 Голосейского района города Киева. Сотрудники компании, адвокаты успели связаться с милицией. Была вызвана милиция и благодаря того, что они оперативно приехали, были задержаны все люди, которые на тот момент находились на территории предприятия для выяснения на основании чего и каким образом они там оказались, каковы цели и там пребывания. Украден человек и идут рейдерские атаки на предприятия. Почему-то именно в этот момент возникают другие судебные дела. Вот только сейчас нам стало известно, что, например, 3 апреля возбуждено судебное дело относительно одного из активов предприятия, его магазина, который находится в Вишневом. Это недостаточно немаленький магазин. Предприятие обладает правоустанавливающими документами на этот магазин. Это, собственно, зарегистрировано в ВТИ. И что удивительно, что это не помешало местному председателю совета оформить на магазин свидетельства и продать магазин дружественной фирме. Что это, если не борьба за активы? Почему именно сейчас возникает именно в этот момент, именно в этот месяц, когда идут рейдерские атаки, когда пропал человек, возникает это судебный спор? Возбуждено три уголовных дела. По факту хищения человека, по факту нападения на главного бухгалтера и причинения ему серьезных телесных повреждений и по факту рейдерства. На сегодняшний момент больше всего, конечно, и трудовой коллектив, и семью волнует судьба Виктора. потому что на сегодняшний момент неизвестно, живой он или его нету живых. Поэтому мы будем рады любой информации, которую нам предоставят любые лица по, если им известно, местонахождению Виктора Федорова или любая информация, связанная с теми обстоятельствами, которые я вам сегодня изложила. Продолжение следует...